В маленьком поселочке Становая, с населением менее полутысячи человек, приютившимся чуть севернее Екатеринбурга, но относящимся к Березовскому, в 10 часов вечера загорелись дом и баня на улице Березовской 1. И этот пожар стал культурным шоком, по крайней мере для автора этих строк, и уверен, проймет он и нашего внимательного, вдумчивого зрителя. Казалось бы, обычное воспаление в частном секторе, коих за зиму не одна сотня, но посмотрите, друзья, кого мы видим на пожаре в одеяниях огнеборцев. Друзья, это дамы. Скажите, вы видели когда-нибудь на пожаре женщин в костюмах пожарных? Ну, в смысле, не чтобы они стояли для красоты, как ряженые, а принимали реальное участие в утушке настоящего воспаления. Вот, например, автор этих строк о пожарах в Свердловской области рассказывает более 22 лет. Поверьте, офигел, когда услышал это веселое девичье щебетание. Ну, всегда огнеборчество, это была сфера исключительно мужская. Право слово «женщина на пожаре» — это как женщина на корабле. Но после того, как беспощадная эмансипация дала в слабые ручки барышень штангу, не говоря уж о хоккее, в который исторически играют только настоящие мужчины, ничему особо удивляться больше не приходится. Женщины берут штурмом последние чисто мужские бастионы. Все рухнет, когда дама сядет за руль болида Формулы-1. Скажите, вот кто-то сомневается, что женщина станет президентом США? Даже это нас уже не шокирует. Чего уж удивляться, что отважные девчата поступили в институт МЧС, дислоцирующийся в Екатеринбурге на улице Мира. Ну и, видимо, в качестве практики их вывезли на тушение частного дома и бани. По прибытию обнаружили, что горит дом и баня, и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Была угроза распространения на соседние строения. По прибытию подали ствола в баню. В бане находился пропановый баллон. Сам по себе пожар абсолютно никакого интереса не представлял. Но имеется в виду с точки зрения стороннего наблюдателя. Для местной бабушки, погорелицы, это, конечно, ужас. Лишится не только крыши над головой, но и всей фотопамяти. Все альбомы, которые были с рождения, все тут у меня, господи, все пропало. Теоретически мы об этом безжертвенном пожаре сегодня не должны были рассказывать. С информационной точки зрения он зауряден. Но вот эти симпатичные молоденькие институтки и хохотушки, которые реально рвались в бой и хотели изо всех сил помогать огнеборцам 62-й Березовской ПЧ, они дали жизнь этому репортажу. Согласитесь, женщина-огнеборка, ну это прям мировоззренческая сенсация. Нет, возможно, девчата из института МЧС и раньше тушили какие-то воспаления, но в кадр они попали только сейчас. И это поистине исторический день. И как-то даже радостно, что рассказываем мы о мужестве молодых девушек именно сегодня. В праздник святой великомученицы Екатерины, небесной покровительницы нашего родного, любимого города, в его именины, в настоящий день города. Тот, кто читал житие святой Екатерины, наверняка не забыл, как она заткнула за пояс полсотни самых продвинутых философов своего времени. Ну то есть одолела мужиков на их поляне. Понятно, что там была духовная брань, а на пожаре физическая. Но думается, со временем девчата-институтки смогут на равных с мужчинами бороть огонь. Да, безусловно, наличие красивых женщин в мужском коллективе отвлекает от важного. Но с другой стороны, оно же и дисциплинирует. При женщине уже не станешь ругаться, даже если тяжело и холодно. Эх да что говорить, Русь-матушка, возможно, останется последней землей, на которой женщина всегда будет украшением и радостью. Ну, это про исконные истинные ценности, которые от Бога. В общем, друзья, любите Господа и друг друга, это две наиглавнейшие заповеди. Думается, святая великомучаца Екатерина могла бы сказать всем нам примерно то же самое. Екатеринбуржцы родны. С праздником!